Мы должны делать все для того, чтобы на Ближнем Востоке не разгорелся пожар. Потому что для большинства людей в мире Ближний Восток связан в том числе и с их религиозными корнями. Поэтому нужно употреблять все усилия, которые возможны, мирные усилия, дипломатические, для того, чтобы не давать возможности вот этот потенциальный конфликт привести в действие. Причины любого действия в большой политике упираются в деньги. Экономика – лучший политический двигатель. Мотивы палестинско-израильской войны – это не только святая земля или независимость палестинского государства, но и кое-что еще. Давайте разбираться. Член политбюро Хамас, тот самый, который летал в Москву, попросил своих там в секторе газа разыскать и отпустить российских граждан. Потому что Россия – это самый близкий друг Хамас, как они сами говорят. И обещают к российскому списку отнестись с особым вниманием. Я так понимаю, найти и отпустить. Итак, первые мотивы мы определили. И мотивы не последнего государства в этом конфликте. Мы к этому еще вернемся. Может, все дело в новом торговом пути, который должен был вырасти по дороге из Китая в Европу. И через Израиль и страны, которые начали признавать Израиль, ну не то чтобы партнером, но государством. К примеру, Саудовская Аравия. Вроде как перед 7 октября, перед наступлением Хамас, они должны были официально подтвердить, что видят в Израиле страну. Я напомнил маленькую предысторию. На саммите Большой Двадцатки было принято решение о создании альтернативного китайскому торгового маршрута, который заключался в том, что из Индии товары будут идти в Дубай, дальше в Саудовскую Аравию, дальше в Йорданию, и в Израиль. Из Израиля идут дальше. Сейчас мы понимаем, что на этом альтернативном маршруте поставлен крест, что, кстати, нарушают интересы того же Дубая и той же Саудовской Аравии. Опять-таки, если мы вспомним заявление Мухаммеда Медсалмана, наследного принца Саудовской Аравии, до 7 октября он говорил о том, что мы идем все ближе и ближе к нормализации отношений с Израилем. То есть там оказалась такая идея, которая сейчас нарушена, которая, по сути, поставила крест на экономических проектах в регионе, от которых Саудовская Аравия также будет страдать. Для Турции, возможно, это выгодно. Турция была против маршрута в обход ее, но в то же время Турции нужны ресурсы, которые он хочет получать и от Израиля, и от, безусловно, стран Ближнего Востока. То есть Саудовская Аравия, а то может Катар. А Турция как раз стала на сторону Палестины. Ну а то, что мы слышали от президента Эрдогана сейчас, коррелируется со старыми его заявлениями. Заявлениями, которые звучали несколько лет назад о том, что Турция будет газовым хабом для Европы. Южный газотранспортный коридор доставляет туда газ примерно из Азербайджана и дальше, собственно, через территорию Турции. Но и это еще не все. Поэтому, я думаю, что здесь, скажем так, необходимость понимания того, что эти ресурсы нужны и амбиция Эрдогана быть газовым хабом, а это включает в себя не только замыкание на себе газа, который идет из России и Азербайджана, он также из Ближнего Востока и Израиля. И далее направляются в Европейский Союз, составит его очень даже скоро сделать заявление, которое будет очень сильно отличаться от того, что мы услышали на митинге в Стамбуле, в аэропорту Стамбула. Турция прокачивает Южным газотранспортным коридором газ в Европу, но вместе с тем, допустим, как я понимаю, исправьте, если это не так, то система из Египта, израильского газа, она сейчас дает сбои. Одно джерло. Месторождение одно вроде как остановлено, не самое крупное, ну и второе, если не ошибаюсь по величине. В общем, а что будет тогда, что будет с израильским газом? Что будет, в принципе, в том регионе, потому что там, правда, много месторождений? Знаете, я буквально сегодня общался с экспертом по Турции, и я услышал интересную фразу о том, что как только Турции потребуется израильский газ, сразу Эрдоган каким-то неожиданным, скажем так, путем полностью забудет все, что он говорил на этом митинге. Как, кстати, забыли многие азербайджанцы. Я напомню, что когда началась горящая фаза, то есть когда был Хамас напал на Израиль, очень многие азербайджанцы в фейсбуке постили флажки Израиля и всячески поддерживали Израиль и говорили, что на его стороне и прочее, прочее. Сейчас мы видим, как Азербайджан немножко отходит от этой риторики, но, тем не менее, как говорится, это было, и из истории этого не выпросить. То же самое, возможно, так же быстро может перекраситься Эрдоган просто потому, что потребуется газ. Потому что действительно вот эта война, которая началась на Ближнем Востоке... Турция, скорее всего, не инициировала конфликт. Нет видимых причин подталкивать Хамас к нападению на Израиль. По крайней мере, мотивов для Турции нет. Но это на первый взгляд. Знаете, я был в конце сентября, начале октября в этой стране, там практически полмесяца. И вот просто за период, когда я был в Турции, курс лиры к доллару, если было 26 лир за доллар, когда я приехал, это было, давайте, ну, начало октября, то середина октября, когда я уезжал, уже было 27,5. Вот просто с 26 до 27,5 просто за полмесяца. То есть мы видим, как инфляция набирает обороты. И это процесс, который достаточно давно происходит в Турции. Население Турции, оно же недовольно. Оно же видит, как экономика сползает вниз. И поэтому Эрдогану надо как-то отвлечь внимание. И как отвлечь внимание, надо... Ну, тут я процитирую одного российского некогда, если я ошибаюсь, министра внутренних дел Перевия, что нам нужна маленькая победоносная война. В Турции решили, что нам надо маленькая победоносная речь нашего президента, которая отличает внимание граждан от внутренней, скажем так, ситуации. Потому что, действительно, там есть сложности. Обвинять Запад в том, что Запад делает что-то не так, ну, в конце концов, с кем Турция торгует. И сегодня Эрдоган объединяет, завтра побежит тут же к партнерам по НАТО и говорит, скажите, а что я получу, если я там скажу, что что-то я погорячился, либо просто ничего делать не буду. Потому что, знаете, вот опять-таки, вот когда я был в Турции, началась война на Ближнем Востоке, о которой же я говорил, собственно, Эрдоган. Интересная вещь, которую я там услышал, что когда в Израиле начались проблемы, по сути, война, многие граждане из этой страны поехали в Турцию и тем самым продлили ее курортный сезон, поскольку октябрь же он заканчивался, а тут приезжают люди из Израиля с деньгами, которые помогают экономике Турции, что очень важно. И на фоне вот такого факта мы видим, что делается заявление. Поэтому я не думаю, что какие-то последствия будут, я имею в виду материализацию этой речи, просто потому, что надо выпустить парк, надо в очередной раз показать себя лидером мусульманского мира, сказать, что я главный в мусульманском мире. Ждем, кстати, ответ от других ведущих мусульманских стран, поскольку вот эти амбиции быть главным мусульманином в мире, я не думаю, что они будут восприняты и в Ирияде позитивно, и в Тегеране, и в Пакистане, и, собственно, и в других мусульманских странах. И даже Индонезия можно вспомнить, что, знаете, тут, да, можно сказать, но не делайте себя главного мусульмана. Поэтому я думаю, что сейчас это все-таки внутренняя аудитория, основное, скажем так, рецепиент этой информации. Насколько это удастся отвлечь ее от внутренней экономической проблем Турции, это мы еще будем смотреть, кстати. Потому что одно дело заявить, а другое дело, что будет дальше. Но если не создавало конфликт, то с удовольствием им воспользуются. Ведь стать лидером мусульманского мира, возродить империю, стать вторым ататюрком, который, к слову, по слухам, конечно, есть кумиром Эрдогана. У Турции есть свои мотивы. Не говоря уже о мелких организациях, которые спят и видят первыми вонзить нож в сердце Израиля. Ну, по состоянию на сегодня и Фатх, и Хизбалла, они очень точечно принимают участие в этой войне. То есть, от Хизбалла она публикует какие-то видео в некрологии погибших, но это очень такое неширокое участие. И это пока принципиальный момент. Потому что, и, наверное, этот принципиальный момент крайне важен для Израиля. Пока это исключительно противостояние с Хамасом, это одно. Если включатся другие игроки, это будет совсем другая история. Я бы тут даже обращал внимание не на Фатх или Хизбаллу, как на организации, а на такие страны, например, как Сирия. Вот мы про нее забываем, а там же может запылать по-новому. И запылать и с точки зрения влияния на Израиль, и с точки зрения именно внутренне-сирийских каких-то моментов. И вот заявление Эрдогана, его претензии опять на роль лидера исламского мира, это вопросы, которые в том числе и связаны с Сирией. Турция имеет там свои интересы. Она их реализовывала до этого. И в принципе она может продолжать это делать и в дальнейшем. Поэтому перспектива выхода конфликта на другой уровень существует. Какие страны в этом будут задействованы? С большой вероятностью Израиль, Сирия, отдельная организация Хизбалла, возможно Ливан. Но Ливан исключительно как поле действий. Что касается Ирана, мне кажется, что Иран пока все-таки больше будет надувать щеки, но напрямую он в этот конфликт побоится вступить, поскольку не готов к тому противостоянию, которое неименуемо возникнет именно с Соединенными Штатами. Ну и кроме того, две авианосные группы, это две авианосные группы. Плюс у Ирана далеко вообще нет никакой уверенности, что, например, Китай в такой истории впишется за них, и впишется оно серьезно, не просто на словах. И они будут, скорее всего, выжидать, гнать какие-то пропагандистские вещи, помогать деньгами, возможно, даже какими-то добровольцами, так называемыми, той же Хизбалле или, например, Хамасу, но прямо в конфликт не вступать. Поэтому пока что сценарий такой, что это будет локализированная история, но если она выйдет за границы сектора газа, тогда этот конфликт приведет к каким-то более существенным изменениям, и эти изменения, конечно, не будут позитивного характера. — Но вы видите потенциал к этим изменениям? — Потенциал, ну, он есть, к сожалению, он есть. Я даже вижу потенциал к внутреннеевропейским проблемам, поскольку мы видим эти демонстрации, там по 100 тысяч человек, которые выходят, и тот факт, что, к сожалению, общественное мнение некоторых стран, оно не то, что пропалестинское, но оно начинает приобретать такие, как бы, знаете, очертания антиизраильского, и это очень негативная тенденция. Поэтому, ну, для Израиля важно как можно быстрее решить эту проблему, но я не вижу перспектив, что у них это выйдет быстро. Они будут действовать сейчас методом таких точечных уколов, наземной операции, но не такой, что там прям вот зайдут они сразу, там, 200 тысяч или 300 тысяч военных, а выбивать вот отдельные группировки, там, хамасовцев, которые в секторе газа, но это неминуемо приведет к затягиванию конфликта. Поэтому потенциально может он выйти на другой уровень в любой момент, но будем верить в оптимистический сценарий, что сектором газа это все и закончится. В целом, выгода есть и у США, и у самого Израиля. Еще с российско-украинской войной оборонная промышленность крупных стран разогналась, и все снаряды, боеприпасы и средства их доставки очень быстро расходятся. Продолжаем следить за ближневосточным конфликтом, и я надеюсь, что он так и останется ближневосточным конфликтом, и это пятно войны не расплывется шире и быстро закончится. Чтобы это не пропустить, не забудьте подписаться на мой канал, название на экране, и на канал 24, чтобы быть в курсе всего, что происходит. Берегите себя. Продолжение следует...